Велы, в том числе, в тихом. Потому что если у нас где-то проект был и здесь, по опыту и по нормам, мы их закроем в электронной ситуации. Да? В электронной ситуации. То есть это не по-крофту. Мы по-новому поступим. А поступим так, как другие и неожиданно. Другие только ахнут. Если вы нашему творчеству по первой тройке. А здесь, однако, ждут им цена. Мы нужны, наверное, тренировать наши функции, чтобы получить правильное реагирование в той или иной ситуации. И на Т4-е. Волевая сенсорика на четвертой позиции. Одномерная. А это логикоинтуитивный экстравильный интроверт. Или эфикоинтуитивный. А на мете передуман нет. Александр Ильич, у нас там картинка на этом месте, где вы сейчас нарисовали. Да, да, да. Я просто не хочу. Не можете не переворачивать, а здесь вот все. Отличная бумага. Значит, эти кайты учил, когда я не правил. Эти кайты учил, когда я не правил. И здесь формат. Атренированная. Значит, только личный опыт пережитый и опробированный. В основном травмирующий, большая часть. Потому что это как раз случай, когда наш опыт именно в виде шишек. Четвертая функция – это опыт по виде шишек. Вообще, зачем нужна одномерная функция? Это своего рода рейтеллер. То есть она включает первую, когда создается ситуация угрожающая. Ну, мы об этом позже поговорим. Просто каждое наличие вот этой мерзости, наличие такого параметра, функции, оно принципиально важно. Потому что точку нужен блок суперэвер, например. Чтобы общество, человек существо социальное, могло каким-то образом мягко или жестко регулировать поведение человека. Вот по четвертой функции это делается наиболее жестко. Ревер. То есть, ну и, соответственно, опыт, накапливанный человеком на точке четвертой функции, он состоит из огромного количества событий, которые, как сами по себе они могут быть, может быть, и были такие вот ужасно страшные, но поскольку функции маломерные, наверное, они в основном, это те события были напрягающиеся. Если мы к ним адаптировали и пережили их, это наш личный опыт. А вот если мы к ним не адаптировались, они нас просто травмировали, это наши фобии. Фобии, которые не переработаны. Фобии, неврозы, проблемы. Это все аспекты личного опыта. По четвертой функции и не немножко, а в части. По третьей, потому что там сокращается по двумя. Но большинство фобий не сосредоточено и неврозово, а не сосредоточено и по вокруг четвертой функции. Ну, в данном случае это волевая салфорий. И понятно, что любой волевой нажим, любое волевое проявление по отношению к человеку, или у человека на глазах произошло событие, когда какой-то повезли, даже животное, например, для большинства людей это водит, поэтому произойдет, конечно, определенное травмирующее событие. Для того, чтобы не получить такой гармоничный щенок, вовсе не обязательно какие-то драматические события. Например, ребенок, послабленный, с русской однажды, бывший в годовом возрасте, взглядый с ног, матрики, у чатков, крошечных. Вы представляете, да, ребенок, который еще не очень тихо-корно ходит, и на него наткнулся такой же щенок. Он сохраняет память об опасном объекте. Да, вот это, например, момент, что в силу одномерности нашего опыта... Хотя никакой травмы, ничего страшного вообще не произошло. Наш опыт, он окапывается как бы слоями и является самым повооруженным, очень сильно определяющим поведением. Причем это именно... Вот накопление этого опыта, оно напоминает, поскольку у нас, например, как махнетопотная лента. Одно событие за другим, третье, четвертое. И когда человек что-то вспоминает, вот из таких копирующих событий или беспокойщики, он вспоминает очень последовательно. Одно за другим. Но это обыграно в фильме с Джерой Пеннерманом. Герой Мякова. Новосельцев. Он никогда у него спрашивает, у вас есть дети? Да. Мальчик и еще раз мальчик. То есть, безусловно, рождение ребенка и все, что было с этим связано, для него были таким травмировающим событием, что она у меня записалась, как на магнитофонной ленте. два травмировающих события. Мальчик и еще раз мальчик. То есть, придумать вот эту вещь очень трудно. Это, безусловно, подслушано автором, видимо, потому что именно так люди часто отвечают, когда они вспоминают о каких событиях, именно детские переживания, детские травмы, и так далее. Они играют очень сильную роль в функционировании четвертой функции, ну и в другом уровне. Потому что есть такая понятия «система конденсированного опыта», когда она оставляет перед челканом, накладываются другие резонансные события и расслабляют какие-то такой ком. и вот очень часто проблема психотерапевта она заключается в том, чтобы разобрать этот фонд, выдернуть точное основание. Есть полиглочинка, как он проводил всегда психоанализ. Это не очень интересная вещь. То есть у него были определенные симптомы, связанные с невротическими, которые сильно беспокоили. он читал Фрейда, он читал то, что до революции сдавался, до революции сдавался, он был доступен. Он читал там, когда его учеником он решил найти раскопки своего глубинного яга. Очень долго копался, значит, вспоминал, опрашивал и своих ранных. И, конечно, вообще-то уже когда он дошел до первичной травмы, даже там очень нехороший приступ паники, фобии и прочее, он рассказал, что действительно так получилось, что в самом раннем детстве, когда ему практически крупным младенцем, было травмирующее физическое событие. «Кажется, он поранился на Джона». То есть так получилось, то ли его поранил предначаемо, то ли этот. и вот эта сенсорная детка, она произвела на него такой сильнейший рейш, он об этом все забыл, потому что это был очень маленький ребенок, но оно сидело и влияло на его восприятие. Ну, о норме, о норме, конечно, что это значит? Человек воспринимает по четвертой функции, только вещь обозначена, да или нет. Если это нажимы воздействия превосходят то, что он воспринял и отчеркнулся по жизненному опыту, это, конечно, вызывает его напряжение, панику и прочие вещи. И вот яркий пример, когда у нас есть автор, детский пример, который написал замечательные статьи «Социалистические типы на ринге и тата». Ну, заниматели на то, что просто своего многолетнего опыта описал, как ведут себя различные типы негоноски. Ну, и понятно, что если речь идет о многомерных сенсориках, то они достаточно быстро осваивают такие переноборства, различные приемы, искусство различных приемов позиций и так далее. А вот эти типы с одномерной болевой сенсорикой аналитики бумаги, они уходят из секции сразу после первого же болевого приема. Болевого приема. То есть как только пока все, что в виде тренировки и сказал да, человек красиво, здорово, можно было тренировать сенсорику, но как только они получили ее опыта. Реальный удар или упали, сразу конечно же это сразу тренирующая ситуация по четвертой функции и человек уже не может каким-то не хочется. То есть ну а ноль конечно уже это как бы реакция он не сам по себе говорит, что прям не любит про льву, не любит как про какой-то силы я лучше посмотрю и про льву. Да? Ну остановить консистенение, потому что он логик может декларировать чисто по логике вот надо поступать так, невзирая на биться, надо вести себя твердо и сурово. То есть это декларация пока ему самому не приходится действовать. Потому что реальные ситуации, когда реально проявляют